В Коме сложилась стабильная ситуация с детскими перевозками. Госавтоинспекторы и учебные учреждения быстро перестроились под новые правила, которые вступили в силу с начала этого года. Всего в регионе зарегистрировано три незначительных инцидента со школьными автобусами. Транспортные средства не выпустили на маршрут из-за технических неполадок. Виктория Палкина взглянула на проблему. Обязательный предрейсовый осмотр уже вошел в привычку всех водителей, которые перевозят детей на расстоянии больше 50 километров. Вот и на этот раз автобус детско-юношеского центра спорта и туризма готовится к поездке из Сыктывкара в Микунь. Это транспортное средство еще относительно новое, поэтому у госавтоинспектора претензий к техническому состоянию нет. Мы его приобрели в июле месяце, так как старый автобус у нас по ГОСТу не проходит. Он осуществляет у нас перевозки по республике Коми. Далеко мы его не отправляем. Так как он тяжело будет. А для местных перевозок он в самый раз. Проверяют не только сам автобус, но и водителя. Репутация у него должна быть безупречная. Никакого лишения прав, никаких штрафов за последние годы. Специально должно быть оговорено сопровождающее лицо. В необходимых случаях медработник, если при длительном, либо большое количество перевозимых детей. И при длительной поездке места остановок стоянок. С 1 июля 2015 года требования станут жестче. Автобусы старше 10 лет к перевозке детей не допустят. Те автомобили, что пройдут в возрастной ценз, придется оборудовать системой ГЛОНАСС. И, конечно, тахографами. Впрочем, перевозчики и образовательные учреждения Коми подстраховались. И заранее установили необходимые устройства. На сегодняшний день практически все транспортные средства, которые осуществляют перевозку, у нас постоянную перевозку школьников, и именно разовые перевозки осуществлены тахографами. Единственное, там есть такой нюанс, что до Нового года к этим тахографам еще будут приобретены карты водителей и карты должностных лиц для активации данных тахографов. По данным Минобраза региона, в Коме больше трех десятков школьных автобусов с 10-летним пробегом. В дни новогодних каникул они уже не смогут выехать из гаража, решать проблему, то есть обновлять автопарк, чиновники профильного ведомства намерены совместно с муниципалами.